Приветствую, друзья! У меня Гося сейчас сидит, но неловко гостю сразу идти на камеру, чтобы вы видели. Но то, что сейчас сказал мне Гося, это потрясающе. И поэтому она сидит сейчас здесь рядом со мной за кадром. Я буду сейчас рассказывать в двух словах. Это всего будет пять минут. Ну и при этом я попросил поправь меня, если я что-то не так рассказываю. Она говорит, мне ваши приёмы сразу понравились. Я попробовала, ну, когда я вспоминала с детства, что я делала, когда я была счастлива. И когда я вспоминала, когда я уже была мамой, что я делала, когда я была счастлива. И я вспомнила, что я, когда ребёнка, вот так она мне показала, ребёнка в коляске, когда покачивала, вот это, говорит, мне как бы подошло. А вот это весь назад, может из-за того, что шея у меня болит, может еще что-то не так подходило. Но я, говорит, помню, вы там говорили о том, что надо искать те действия, которые максимально простые, максимально комфортные. И вот это действие, она начала мне сейчас показывать. Я говорю, слушай, и это действие тебе сразу стало помогать, что ли? Она говорит, да, потому что в этом действии я, говорит, думала не только о себе, чтобы мне было лучше, а была сопряжена с ребенком. То есть я хотела, чтобы и ему было лучше. Вот этот момент я уловил и говорю, слушай, это же потрясающе, это же как раз-таки твоя забота о ребенке. И вот это действие, когда твое внимание не только на себя направлено, чтобы тебе хорошо было, а еще и направлено на ребенка. Вот это в целом, это как раз-таки модель именно хорошего, гуманного, развивающегося социума. Человек же социальное существо, не только физическое. И поэтому, когда ты помогаешь кому-то, у тебя в этом действии получается и тебе больше пользы, больше здоровья, и ребенку больше пользы, потому что ритм ты находишь правильный. Вот как, и вот это упражнение и помогает, она взяла это упражнение и делает. И потом я ее спрашиваю, слушай, а давай выступи сейчас, потому что очень много позитивного в том, что ты говоришь. И она сказала, знаете, еще какую вещь, вот подправь, если я сейчас буду, это очень тонкая вещь сейчас. Она сказала, дело в том, что когда сейчас какие-то большие корпорации нам говорят, люби себя, будь счастливый. В конечном счете, это можно, вот этот призыв очень хороший, который вот и женщины друг другу в комментах пишут, научиться любить себя, главное, и так далее, и так далее. Ведь эти хорошие слова можно повернуть и в другую сторону, то есть начать с этим, как с крючка, а потом привести к тому, чтобы детей вообще не было. То есть вот все время концентрироваться на том, что вот этим корпорациям, например, когда они хотят уйти от вопроса, платить матерям за то, что у них дети рождаются, обеспечивать детей, дать им будущее, развитие и так далее, чтобы уйти от этой ответственности, они могут начать сокращать это желание. То есть говорить о том, что надо любить себя, это понятно. А потом, в конечном счете, прийти к тому, что, а зачем тебе дети? Ты вот занимайся успехом своим, занимайся. Правильно я говорю? Абсолютно верно. Может быть, я что-то недосказал, вот здесь важный момент. То есть, как эти корпорации могут сокращать рождаемость? А, все, я вспомнил. Да, да, да. Ты говорила, мать-то она хочет, почему она хочет еще одного ребенка? Потому что, говорит, ты... Розовые пяточки. Розовые пяточки целовать хочется. Еще что-то хочется. Скажи, скажи, я же... Видеть и держать на руках. На руках держать. Ощущение. Громче говори. Ощущение и запах теплого молока, который ни с чем не сравнимый. Это маленькое тельце должно циклично быть. Ребеночек вырастает, и ты хочешь розовых пяточек и розовую попку. Это хоть нельзя сейчас говорить, но тем не менее, это же такое счастье. Это берегиня. Это вот видите по этому картина берегиня. Следующего малыша. О продолжении жизни на земле. О продолжении разума на земле. Ну, конечно, это материнское... Безусловно. И когда мы хотим внуков, мы точно так же хотим вот это снова розовые пяточки. У меня, когда внук родился, у меня появилось чувство, что я теперь могу жить вечно. То есть какое-то вот продолжение. Ну, как-то это инстинкт какой-то вот такой вот... Есть ещё вот такая вот тема, что мы энергетически рождаемся очень плотными. Поэтому у деток избыток энергии, они бегают, они активны. Чем старше человек становится, он держит свою энергетику только за счёт своего окружения. Чем подходит уже более сознательному возрасту перехода в другой мир, энергия рассеивается. Человек уходит в другой мир, когда она полностью рассеяна. Он становится не плотным, а распадается. И вот мы держимся, плотность нашего вот энергетического я за счёт энергии деток. Она нас аккумулирует. Поэтому говорят, что должна быть преемственность поколений и должно вот это всё тебя окружать. Чтобы не рассеялась энергия, ты не ушёл. То есть вот наша школа «Человек будущего» — это как раз-таки окно в будущее. И именно мы здесь объясняем с помощью разных людей, которые вот доходят до каких-то истин, понимают и делятся друг с другом, что именно вот эта цикличная повторяемость рождения детей... Гармоничная. Она и есть гармония. Гармония — это и есть гармония, да. Вот когда мы спрашиваем, что такое гармония, так она, видимо, это и есть, да? Даже в это, в моменте рождения, в моменте деток, внуков, ухода — это тоже повторяемость природная. Говорот, цикличность, шалтай-болтай, тряска — это же всё повторяемые движения, это повторяемые... Там есть некий автоматизм, и это тоже автоматизм, когда ты выходишь сразу на это, такой вот триггерный переход. Это всё взаимосвязано. Я так тебя благодарен. Я благодарю вас, Хас. Внимание, если не будем слушать вот этих вот, которые хотят ради наживы, ради наживы, внушать нам, что нам не нужно будущее. А нам будущее нужно. Приветствую, друзья. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин